Оптовка очень большая. Здесь нет проблем с парковкой, можно легко заехать на автомобиле, тем более, что бойкая торговля начинается уже в 4 утра. Чаще сюда в утренние часы приезжают сочинцы, чтобы закупиться оптом. Товар, как на подбор вчера на грядке, сегодня на прилавке. Всегда свежее. Люди приезжают с Кубани, знаем, что это свое. Поэтому приезжаем сюда в основном. Нам так удобнее и так лучше. И цены здесь демократичные. Можно выбрать, можно договориться. Все-таки новый рынок, новые люди, новые связи. Оптовая база привлекает своим разнообразием. Изобилие овощей, выращенных в экологически чистых районах Кубани, с каждым днем делает торговлю на улице Яна Фабрициуса популярнее. Приезжают за товаром даже из Адлера и Красной Поляны. Сейчас весной неподдельный интерес к белореченским ягодам. Сейчас, да, самый пик сезона. Говорят, что клубнику нужно съесть 15 килограмм в год хотя бы, чтобы насытиться теми витаминами, которые она содержит. Продаются овощи, фрукты и в розницу. Завозят их каждый день. Представлена продукция из Ростова, Кисловодска, Нальчика и, самое главное, из различных районов Кубани. Сочная, ароматная клубника и малина, свежие овощи, зелень. Уже появилась молодая картошка. По душе будет и молочная продукция. Домашний сыр, сливки, масло. Все это с фермерского хозяйства из Тихорецка. А еще куры и сало. Породует азовская рыбка тоже в широком ассортименте. А уж под халяльное мясо здесь отведен целый павильон, где торгуют говядины, баранины, шашлык, фарш. Все могут приготовить на ваших глазах. Каждую пятницу для покупателей скидки. Вот открываем эту дверь. Любой желающий покупатель может знать, откуда, как мы храним их на продукции. Можете, пожалуйста, вот заходить. Вот здесь все туши висят. С этой стороны говядины, а с другой стороны баранины. Ну а продукции из Республики Мариэл порадуют ценителей хорошей еды, которым нравится необычный вкус грибных блюд. Для их приготовления здесь и сушеные грибы, и различные грибные разносолы. Добраться сюда можно автобусами первым и восемнадцатым. Это их конечная остановка.